Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 22 апреля, день Вадима, назван в честь святого преподобного мученика Вадима Архимандрита. Он был чист от всякой скверны, и никакому злобному делу не было в нем места. Коростолюбие далеко было от него, вожделения угасли и не могли вредить ему. Он был чужд всякой страсти к приобретению и не способен соблазниться с золотом. Гордость перед ним смирилась, высокомерие было попрано им, как прах. Нищета же и кротость возлюбили его. Согласие и единомыслие обитало в сердце его. Этот день у наших предков имел название Красная Горка, Лельник. Оказывается, в старину Красной Горкой славяне называли возвышенность или холм на краю села. Там ставили специальную скамью, на которую посредине сажали самую красивую девушку и назвали ее Ляли. По обе стороны лавки укладывали разнообразные дары. Окружались камни-венками из цветов и водили хороводы, пели обрядовые песни. Так же, как и 21 апреля, набирали ключевую воду в источниках и говорили Царь водяной, царь земной, царица водяная, царица земная, дай мне водиться на добрая здоровьица. Продолжали чистить родники и гадали на них о смерти и болезни близких людей. Шли к воде молча, ни с кем не разговаривали. По приходу к источнику начинали молиться, оборачивались на четыре стороны, загадывали на живое и на мертвое. И если в ключе вода была светлой, как стекло, значит человек, о котором думаешь, проживет долго и болеть не будет. Если вода начинала бурлить, это предвещало смерть. После этого шли и вновь ни с кем не разговаривали, будь это знакомый или незнакомый человек. Приметы А дуванчик сегодня зацвел, пришла весна. Если к этому дню погода плохая, то лето будет сухим. Если в гнездах у птиц и яиц меньше, чем обычно, лето будет неурожайным. Если восход солнца был с белесыми бликами, следующий день будет ясным. Ветер дует и в воздухе висит туман, год будет урожайным. Пошел дождь хорошему урожаю. Кулик прилетел, началась весна. Семнадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению и поэтому ее связывают с жертвкой энергией. Что касается аналитики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай, промывающие и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить когор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Восемнадцатые лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало. И это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, очевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очистительных клизм, особенно если имеется высыпание на кожу. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok